Упаковки, пустая тара, старые вещи и предметы быта – все это рано или поздно попадает на свалку. На первый взгляд кажется, что транспортировать мусор на полигон не так уж сложно. Необходимы лишь рабочие руки и специальная техника. Да и препятствовать этому никто не станет. Поскорее избавиться от мусора, а вместе с ним и от неприятного запаха желает каждый. Но порой случается так, что жильцы домов сами начинают создавать помехи для вывоза мусора и уборки территории. Появилась в Пущино такая проблема, как препятствование создания помехи транспорту коммунальному, который осуществляет вывоз мусора с контейнерных площадок, с мусоронакопителей, а также помеха уборочной техники, которая осуществляет уборку во дворах. От жильцов домов В9-10 поступили жалобы в Госамтехнадзор и МУП ЖКХ. И это неудивительно. Такая картина может радовать лишь проголодавшихся ворон и галок. На придомовой территории между многоэтажками наблюдаешь неприятную картину. Мусорные баки переполнены отходами, а бетонная площадка близ них усыпана утрамбованными пакетами. Транспорт приехал для сбора мусора с контейнеров, но не смог его забрать, погрузить, так как подъездные пути, как мы видим, парковка в выходные была забита, дачники, люди, которые приезжают, в гости. Инспектор территориального отдела номер 26 Госадомтехнадзора Московской области и представитель МУП ЖКХ провели рейд в микрорайоне В и зафиксировали один автомобиль, совершивший правонарушение. Но, по словам очевидцев, утром, когда как раз и производится вывоз мусора, здесь было припарковано немало машин. Просто вообще было невозможно не то, что даже проехать, а подойти, ну как, так скажем, вручную погрузить мусор. Даже этого не было сделано по причине большого количества транспорта. Вот остались вот машины, данные владельцы будут установлены, зафиксированы и привлечены к административной ответственности. Получая уведомление о штрафе, многие задаются вопросом, «А что же я нарушил? Ведь парковался не на тротуаре». Для того, чтобы его не возникало, сотрудники Госадомтехнадзора часто беседуют с автомобилистами. Также мы проводим акцию и в качестве профилактики под стекло водителям устанавливаем вот такие вот листовочки, чтобы водители знали. По словам директора санитарного участка Максима Виноградова, сотрудники МУП ЖКХ всегда стремятся идти жильцам навстречу. В поиске решения проблемы они изменили график вывоза мусора. «В среднем сейчас мы немножко сместили время вывоза, сместили ближе к обеду. Почему так сделали? Потому что большинство машин уже разъезжаются, придомовые территории очищаются. И как бы есть доступ, более-менее есть доступ для того, чтобы отгрузить». Справиться с данной проблемой можно лишь совместными усилиями. Именно поэтому у специалистов жилищно-коммунального хозяйства к владельцам автомобилей есть некоторые пожелания. «Может быть, какие-то телефоны оставлять под стеклом, чтобы, когда машина мешается, не изыскивали их через ДПС, службу, а позвонили и жилец убрал машину». Но даже оставляя свои контакты, автомобилист, который паркуется рядом с мусорными контейнерами, должен понимать, что он совершает правонарушение. Создание помех для уборки придомовых территорий влечет за собой наложение административного штрафа. Для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных от 5 до 15 тысяч, для юридических от 10 до 30 тысяч рублей. Анна Зарубина, Александр Сущенко, Сергей Воронин, Тимофей Акимов. ТВС. Спущено.